МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, друзья! Привет-привет! С вами Никита Жилкин и Олеся Королёва. 2021-й вот-вот закончится. У каждого из нас произошли изменения, которые, возможно, повлияли на нашу жизнь. Чем нам всем запомнился этот год? Все, что интересное, произошло в молодежной жизни города и всей области. Смотрим! Дома Тольятти день за днем преображались муралами. Художники украсили фасады зданий нашего города прекрасными рисунками. Яркие муралы появились во всех районах Тольятти. Прекрасно, когда город с каждым днем становится все ярче. В 2021 году тольяттинские спортсмены не забывали радовать нас своими победами в разных видах спорта. Большую славу Тольятти принесли Илья Гутенёв, чемпион Европы по велоспорту в заезде на тысячи метров, Андрей Юдин, чемпион России по прыжкам на батуте, Дарья Касаткина, победитель турнира «Филипп Эйсланд Трофи» по теннису, и Софья Палкина, победитель всероссийского турнира по метанию молота. Тольятти вошел в книгу рекордов России. В День семьи, любви и верности у нас собрали самый большой свадебный букет. Красивая цветочная композиция украсила сквер имени Сергея Федоровича Жилкина. Диаметр букета 230 сантиметров, высота 120, а состоял он из 1300 ромашек. Дрон-мусоросборщик. Разработка участников детского технопарка «Кванториум 63-й регион» была признана лучшей на всероссийском конкурсе «Квантриада». Дрон способен за один заплыв собрать более 45 литров мусора. Тольяттинские студенты Арсений Воробьев и Александр Чесноков показали лучшие результаты в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkill Russia. Они покорили жюри своими разработками виртуальной и дополненной реальности. Тольяттинка Диана Анкудинова победила в шоу «Мозгуо» на НТВ. Победа не была неожиданной, ведь каждое выступление Дианы – яркое музыкальное событие. Никита, кстати, знаешь ли ты, что самым часто употребляемыми словами уходящего года стали коронавирус, пандемия, вакцинация и QR-код? А еще дистанционка. Точно. Виртуальный мир настолько тесно входит в нашу повседневную жизнь, что в конце ноября в России был официально принят кодекс этики искусственного интеллекта. Это событие точно останется в истории. А чем запомнился этот год Тольяттинцам? Как мы знаем, в 2021-й был объявлен президентом страны Годом науки. По этому случаю в УЗе Тольятти провели множество разных насыщенных мероприятий. А компания «Лада Медиа» организовала фестиваль молодежной журналистики «Свой взгляд», темой которого стала «Наука.Лайф». И вот небольшая видеонарезка с фрагментами тех работ, которые мы получили. В 2021 году была введена Пушкинская карта, которая позволяет молодым людям от 14 до 25 лет бесплатно посещать культурные мероприятия. За последние три месяца было приобретено более миллиона билетов на посещение мест для культурного развития. Список таких мест, куда можно приобрести билеты, продолжает расти, как и сумма средств на карте. С 2022 года туда поступит уже не 3 тысячи, а целых 5 тысяч рублей. Это уникальная возможность для молодежи прикоснуться к истории и культуре страны. Не упустите свой шанс. Олесь, смотри, сколько классных фотографий новогоднего Тольятти. Вся лента Инстаграма забита красивыми картинками. Да, город очень красиво украшен. Вы, конечно, видите это сами. Александра Савоста проехала по Тольятти и спешит поделиться с вами новогодними локациями. Что нужно сделать, чтобы найти новогоднее настроение? Просто необходимо выйти из квартиры. Обувайтесь, одевайтесь, заряжайте телефон и бегом за новогодними фотографиями. Ведь город уже украшен. В этом году Тольятти украшен так, как никогда раньше. Сразу 9 новогодних елей, световые панно вдоль уличных магистралей, гвоздь программы, световые композиции. Не будем забывать и про торговые центры, которые уже украшены новогодним настроением. Желаете новогоднюю фотографию? Делайте. Сквер 50-летия АвтоВАЗа, дворец Порта Волгарь, Центральная площадь. Выбирайте любое место и бегом за новогодними эмоциями. Следующей локацией для фотографий в Инстаграм могут послужить световые фигуры. Они расположены как на кольцевых развязках, так и на общественных территориях. Самые популярные места – это в сквере Жилкино и сквере 50-летия АвтоВАЗа. И вот она нарядная, на праздник нам пришла. Установлена елка плюс подсветка на деревьях. Согласитесь, фотография получится волшебная. Главное, не упускайте момент и включайте свои творческие способности. Магазины уже украшены, а вы украсили свой дом? Самая лучшая елка – это елка, созданная в кругу семьи. Собирайте своих близких и запечатлите такую теплую фотографию. Александр Савоста, Александр Туровский. Специально для Молодежь Ньюс. Глядя на праздник на украшенной Тольятти, поймала себя на мысли – мне нечего надеть на Новый год. Что делать, если из-за вируса по торговым центрам особо не разгуляешься, а в праздник нужно быть неотразимой? Есть решение – шоппинг онлайн. Его преимущество в том, что можно сравнивать цены, читать отзывы и, конечно же, не нужно наворачивать круги в торговом центре. Подарки тоже можно заказывать онлайн. Ты, Олеся, уже написала список Деда Мороза с пожеланиями? Какой Дед Мороз? Ему же 65 плюс. Разве он не на самоизоляции? А если серьезно, когда не знаете, что подарить на Новый год, то статистика Яндекса вам в помощь. 80% пользователей интернет-магазинов в Самарской области делают там покупки минимум раз в месяц. 30% – раз в неделю. 70% заказанных в интернете подарков – это косметика по уходу за лицом и волосами. Действительно, универсальный вариант. 60% – это одежда и обувь для взрослых. Тут главное не прогадать с размером. На втором месте по популярности – одежда и обувь. На третьем – гаджеты, смартфоны и планшеты. Чуть отстают от них игрушки. Спасибо Яндексу и тебе, Олеся. Теперь я знаю, что подарю своим близким. Что же касается одежды на Новый год, то сейчас в тренде платья и топы из плотного матового кружева. Главное – не перепутать с гипюром. Ведь одежда из синтетического гипюра с излишним блеском не подчеркнет твой шар на новогодней вечеринке. Мой шар? Ну ладно, мой. Также трендом этого года является платье с рукавами-фонариками. Они смотрятся актуально и современно. А вот антитрендом к такому наряду стало платье-разлетайка. Считается, если не хочешь добавить себе возраста, забудь про пылистеровое платье и блузы с развивающимися шлейфами и рукавами. Вообще, в целях экономии семейного бюджета, можно устроить пижамную вечеринку. Это очень уютно, атмосферно. Главное – весело провести время. Это точно. Тем более, что следующий год по восточному гороскопу – год тигра. Импульсивный и яркий, полный неожиданностей и резких поворотов. Так астрологи характеризуют следующий год. В 2022 году тигр будет голубой. В восточной культуре этот цвет отвечает за непостоянство, а значит, скучно не будет, и всем следует приготовиться к переменам. Какими они будут, во многом зависит от нас самих. Со здоровьем тоже проблем быть не должно. Ведь тигр – сильное животное с мощной энергетикой. Тут главное – не переоценить свои силы, не надорваться и рисковать понапрасну тоже не стоит. Новый год – волшебное время. Но как же быть, если в потоке дел совсем не ощущается приближение чудес? Лично мне всегда помогает просмотр новогодних фильмов с чашкой какао. Хотите себе новогоднее настроение? Ловите мою подборку уютного кино. Первый в моем списке фильм – «Гарри Поттер и философский камень». Ничто не придает ощущения магии, как школа чародейства и волшебства, и приключения Гарри Поттера и его друзей. Второй в списке новогодних фильмов – «Гринч. Похититель волшебства». Гринч – зеленый мизантроп, который собирается похитить Рождество. Как думаете, ему удастся? Замыкает тройку лидеров всем известный фильм «Один дома». Проделки Кевина точно не оставят вас равнодушными. Скорее запасайтесь вкусняшками и заряжайтесь новогодним настроением за просмотр новогодних фильмов. А вот в моей подборке фильмов – не старейшая классика. Ирония судьбы или с легким паром. Иван Васильевич меняет профессию. И прекрасная картина «Любовь и голуби». С вами «Молодежь Ньюс» и мы продолжаем. Провести с удовольствием новогодние каникулы помогут хорошие книги. Тем более, что в этом году Тольяттинские библиотечные фонды пополнились множеством интересных книжных новинок. Какая она – библиотека будущего? Предлагаем выяснить это прямо сейчас. И посмотреть сюжет о Тольяттинском библиотекаре Руслане Молотове, который на конкурсе «Профессиональное признание» показал, как должна выглядеть библиотека будущего. Какая она – библиотека будущего? На конкурсе «Профессиональное признание 2021» выиграл участник из Тольятти. Он представил модель библиотеки, которая называется «Библиотека первых шагов». Руслан Молотов заведующий детской библиотекой имени Андерсена. Он хорошо знает, как устроен весь этот интересный библиотечный мир. Но не только книгами живет молодой человек. Руслан много раз принимал участие в разных конкурсах, которые в основном были связаны с молодежной политикой. И вот впервые он принял участие в профессиональном состязании. Руслан представил модель библиотеки будущего и выиграл конкурс. Прекрасная возможность показать, как может выглядеть библиотека и в дальнейшем реализовать этот проект, улучшить учреждения культуры, привлечь местное сообщество. В общем, сделать конкретные шаги, чтобы сделать жизнь лучше местных жителей. Ну и самих библиотекарей, конечно же. Итак, как должна выглядеть библиотека будущего? По словам Руслана, это большое современное пространство, где можно в удобных креслах почитать книгу, а в соседнем зале вместе со своими друзьями пройти какой-нибудь интересный мастер-класс. Впрочем, подобные библиотеки уже начинают массово появляться в Тольятти, что, конечно, радует. Моя библиотека будущего по концепции, она называется библиотекой первых шагов. От просто первых шагов, которые делают дети. У нас уже проходит занятие по игрочасу, где дети от года приходят, мы занимаемся с ними. В основе, конечно, лежат книги. Мы рассказываем по форме, цвет и так далее. До создания собственного продукта. Детская библиотека имени Андерсона не стоит на месте. Еще до конкурса Руслан Молотов решил сделать из комнаты книгохранилища более функциональное место. В этом ему помог дизайнер интерьера. Теперь библиотека обладает развивающей мастерской для детей и подростков. Там проходят занятия, в которых читает и русских авторов, и сказки народов мира. Я надеюсь, что дальше это внимание будет только увеличиваться, и мы сможем вместе с городом улучшить эту библиотеку и сделать ее действительно библиотекой будущего. Это здорово! Руслан, поздравляем с победой! И мы прямо сейчас предлагаем окунуться в творчество тольяттинских дизайнеров и художников и побывать на самой необычной выставке. Знаете ли вы, что в крестьянской избе на Руси не было мусора? Потому что все шло в дело. Из кусочков ткани ткали полотно, а пищевые отходы шли домашним животным. Сегодня планета задыхается от мусора. Может быть, пора вернуться к экологичному потреблению, отказаться от пластика, полиэтиленовых пакетов и заменить их на бумажные и эко-сумки. Давайте начнем с малого. Наиболее эффективный метод решения проблемы мусора в наше время – это переработка отходов. Все, что может быть переработано и использовано повторно, перерабатывается, остальное утилизируется. Существует три способа утилизации отходов – захоронение, сжигание и переработка. В России же свыше 90% отходов отправляется на полигоны и свалки и лишь 7% на переработку. Креативное решение по использованию мусора предложил отдел Современного искусства Тольяттинского художественного музея. В галерее музея заняли арт-объекты, выполненные из отходов потребления. На выставке под названием «Повтор. Территория ресайлинг» посетителям предлагают посмотреть на последствия неразумного потребления отходов. Смелые, неординарные образы, нетрадиционные материалы, яркие выразительные решения. На выставке представлены произведения созданной группы дизайнеров Тольятти, творческой команды кафедры дизайн и искусства Поволжского государственного университета сервиса, отделением дизайн колледжа технического и художественного образования Тольятти и команды проекта «Дебош». С помощью лекций, фотопоказов и мастер-классов представители группы компании «Эковоз» рассказали посетителям о возможностях вторичного потребления отходов в сфере художественного творчества и дизайна. Я считаю, что совместное творчество получилось у наших студентов, у наших художников. И думаю, что надо продолжать эту тему, тему экологии. И я думаю, что в дальнейшем могла бы это получиться ежегодная выставка, может быть, даже провести какой-то конкурс среди художников. Возможно, это будет постоянная выставка и сделать положение этой выставки, чтобы мы в дальнейшем работали с этой темой. И тема очень интересная. Выставка заставляет задуматься и помогает понять, каким может стать наш мир, если человек не перестанет потребительски относиться к жизни и не сделает правильный выбор в пользу разумного потребления отходов. Анастасия Ефремова. Специально для Молодежь Ньюс. Эта выставка – еще один повод напомнить нам всем о бережном отношении к экологии и разумном потреблении. Кстати, о потреблении. Каким новогодним блюдом удивить близких? Предлагаю вам добавить к традиционным для новогоднего стола блюдам необычные закуски и салаты. Например, запеките картофель и начините его сыром фета. А салат может быть в этом году классический с тунцом или салат-гранатовый браслет с копченой курицей. На десерт можно приготовить тирамису или чизкейк, без выпечки с бананом. Вместо сока предложите гостям безалкогольный глинтвейн или домашний лимонад. Рецепт у этих блюд несложный, а самое главное – их просто найти в интернете. Достаточно лишь быть поисковик Яндекс, понравившееся вам название блюд. А за праздничным столом можно спеть хит Слепакова «Это был тяжелый год». Да, главное – при всех трудностях сохранять чувство юмора. И тогда все можно преодолеть. А еще главное – преодолевать трудности вместе. Пусть каждый из вас приобретет то, о чем так давно мечтал. Будь то новое путешествие, знакомство или вторая половинка. Главное – чтобы вы не унывали и шли гордо вперед. Проведите этот праздник в кругу семьи и близких людей. С праздником вас! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова